Не хочется говорить банальности, но именно корейские марки сегодня обновляют свои модели чаще других. Третье поколение Kia Ceed'а вышло на рынок лишь чуть больше двух лет назад, а в компании уже заготовили рестайлинг. Притом весьма неплохой. Да, фары сохранили прежнюю форму, но обзавелись светодиодной начинкой. Зато другие бампер и решетка здорово изменили восприятие модели. А еще нельзя не отметить необычные черные перемычки, что доходят до колесных арок. Совершенно отдельного разговора заслуживает исполнение GT Line и GT. Они теперь сильнее выделяются на фоне обычных, а хэтчбеки вдобавок обзавелись оригинальными и чрезвычайно стильными задними фонарями. Салон раскрывается через новую графику виртуальных приборов, усовершенствованную медиасистему и встроенную телематику. Кроме того, расширен выбор вариантов отделки салона, коих сделалось 9 вместо 5. В гамме версии случилась только лишь одна обновка. К младшей ритровой турботройке приладили семиступенчатый преселективный робот. Плюс отметим поумневший комплекс, ассистирующий водителю электроники. В России линейка моторов будет другой, но подробности мы узнаем не раньше следующего года. Ведь производство обновленных СИДов в Жилине стартует только через месяц, а потом сборку из словацких машинокомплектов освоит калининградский автотор. Следующая новость от родственного бренда Hyundai, что презентовал горячую Elantru N. Между прочим, это первый седан от корейских мастеров заводского тюнинга. Под капотом новинки установлен двухлитровый турбомотор отдачи 280 сил, выхлопная система которого дополнена специальным клапаном, что позволяет менять громкость звука. В трансмиссии могут трудиться шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый преселектив. Роботизированная версия щеголяет под рулевыми лепестками, а также системой выбора режимов движения. Один из них активирует ударное переключение передач, а вдобавок мощность мотора повышается на 10 сил. Привод передний, но с электронно управляемым самоблокирующимся дифференциалом. Шасси перенастроено, клиренс уменьшен, тормоза доработаны, а кузов усилен. В общем, как говорят журналисты, от исходной модели осталось только имя. Российский офис Hyundai вроде бы обещал доводить до нашего рынка свежие Энки. Так что злющая Элантра вполне может появиться и у наших дилеров.